Снизилась, тяжелая артиллерия не применяется. В Донецкой области редкие перестрелки доносятся со стороны Авдеевки и поселка Пески. Больше о ситуации на Донбассе расскажет Анастасия Пугач. Взрывы доносятся со стороны аэропорта. В СНБО сообщили, горячей точкой по-прежнему остается поселок Пески. В то же время в штабе АТО утверждают, снизилось не только количество, но и характер обстрелов. Что говорит, тяжелое вооружение действительно отводится от линии фронта. Они выполняют эти соглашения. Мы как раз говорим сейчас о хрупком, но постепенно укрепляющемся доверии к тем графикам, которые составлены. В самом Донецке, тихо пользуясь перемирием, коммунальщики восстанавливают подачу тепла, газа и света в городе. Ремонтные работы ведут в наиболее пострадавших от обстрелов в районах. Сразу семь аварийных бригад чинят порывы газопровода в Петровском и Киевском районах. Сегодня заработали две котельные в Ленинском и одна в Куйбышевском. Появился свет в домах жителей поселка Северной в Куйбышевском районе Донецка. Электричества тут не было больше месяца. Я первый раз. Это социальная столовая в Снежном. Здесь бесплатно питаются те, кто уже более полугода не получает зарплаты и пенсии. В основном пожилые люди и женщины с детьми. Для многих бесплатные обеды – единственная возможность выжить. Пенсии нет и так далее. И что с выплатниками нет. Вот потому народ без них сюда идет. Девять месяцев уже не моя зарплата. Два, двадцать первые. Я не переоформлял ничего. Ездил, только не за что было сюда ездить. И про Петровск, Харьков. Не за что было ездить. В последние дни из-за резкого роста цен на продукты посетителей в столовой стало еще больше. 800 человек в день. Так как у нас сейчас очень непростое положение, уже который день, очень сильно поднялись цены на продукты. И людей заметно увеличилось. Основного набора продуктов, которые получает столовая, на приготовление обедов не хватает. Поэтому руководитель общепита обратилась к частным поставщикам с просьбой о помощи. Поэтому пошла к директору рынка нашего центрального. Заключила с ним договор. Ну, просто поговорила, чтобы они нам помогали по мере возможностей. Сейчас они нам помогают раз в две недели. Какую-то крупу, какие-то макароны, что-то нам подвозят. Сами повара и другие работники социальной столовой в Снежном работают на добровольных началах. Чтобы дома не сидеть, чтобы помогать, чтобы нужно быть людям. Просто на простой мотив. Как волонтер. Ничего не получаем в свою работу. Для народа стараемся, для всех нас. За счет гуманитарки выживают и жители Луганщины. Сегодня в область привезли 40 тонн помощи из Житомирщины. Это продукты и стройматериалы. 10 тонн груза передали жителям села Ново-Ташковское. Это одна из самых горячих точек на карте области. Село сильно пострадало в ходе обстрелов. Населенный пункт находится на трассе Бахмутка рядом с 29-м блокпостом. Стрельба здесь не смолкает и в дни перемирия. Что входит? Это продовольственные товары, крупы, мука, овощи, консервация, также будивельные материалы. Это дошка, рубероид, плевка. На днях в Ново-Ташковском после многомесячного перерыва восстановили водоснабжение. А вот света нет до сих пор. Воду начали подавать. Конечно, легче. Не ходить где-то там. Главное, что не стреляют. Еще МЧС досталось дождаться. Еще бы свет провели, было бы легче. Меньше топить. Экономия. Анастасия Пугач, Телеканал Донбасс.